ну что всем привет вы на канале крипто коммонса давайте посмотрим что у нас происходит на графике bitcoin с вами готовится похоже к очень сильному движению и отрисовывает прямо сейчас двойное дно на очень высоких объемах мы удерживаем очень очень сильный уровень для тех кто может быть забыл напоминаю что это уровень 19000 это предыдущий all time high и знаете рынке они имеют тенденцию тестировать свое предыдущее сопротивление в качестве поддержки по битку конечно мы не всегда возвращались к предыдущему all time high например вот здесь мы его никогда уже больше не тестировали но если вот это считать all time high то здесь мы как раз возвращались на ретест четко на дне медвежьего цикла плюс я вам напоминаю что если мы натянем глобальную фибоначчи от коронадампа до исторического максимума то мы видим что мы прямо сейчас имеем дело с 78 уровнем фибоначчи который является ключевым ребята ключевым от которого мы вполне можем очень сильно отскочить тем более что сейчас происходит в мире масс-медиа и вообще какие настроения мы видим у инвесторов и у трейдеров настроения абсолютно панические что мы падаем никогда больше не будем расти крипто скам этот треугольник который пробьется вниз но мы это с вами знаем что так обычно не бывает на рынках вот здесь были точно такие же настроения помните и куда мы пробились пробились мы очень хорошо наверх теперь с чем это все связано ну конечно же это обратная корреляция с индексом доллара который у нас просто показывает какой-то неистовый рост посмотрите мы находимся в абсолютной параболе и если включить голову то вы наверняка сами понимаете что такое движение обязательно будет скорректирована обязательно будет скорректирована как минимум до этой параболы а то и в какой-то момент ее пробьет и уйдет в более глубокую коррекцию как это бывает периодически но что самое интересное здесь посмотрите что сравнение с этим графиком по биткоину мы похожи сейчас где-то вот здесь то есть мы очень сильно упали вот таким вот зигзагом сделали импульс и откорректировались точно до этого уровня точнее чуть чуть выше предыдущего лова посмотрите вот на этот паттерн еще раз гляните на bitcoin правда ведь очень похожи поэтому как я это воспринимаю я это воспринимаю как идеальную точку для накопления и для входа в лонг очень многие даже те кто накапливали сейчас вот на этом маленьком падении сдались и теперь ждут точек входа еще ниже как мы знаем с вами из истории обычно когда люди ждут точек входа еще ниже вот в таких формациях в разворотных им их уже не дают ну и как нам показывать сток мани лизард ребята есть вот такой вот индикатор был ран пауэр и он нам показывает то что сейчас мы находимся снова у истоков тренда посмотрите сами как это было вот здесь как это было вот здесь когда все распродали никто не верит уже мы валяемся на дне рисуем двойное дно и вот отсюда это может и начаться та сила которая подбросит нас к новым хаям к новым высотам пока в мире творится не пойми что и среднестатистический хомяк не то что крипту не покупает он там сейчас вон бегает от военкоматов именно в этот момент пустая ракета может улететь и так что потом просто фома включится и всех заставят снова покупать 10 раз дороже что еще мы видим сегодня что bitcoin показывает большую силу чем альткоины поэтому мы видим как доминация btc отскакивает от дневной сетки и мы рыбан удерживаясь пока над зоной альтсезона ребят я напоминаю что мы с вами делали прокол в зону альтсезона буквально три недели назад но он пока что не подтвердился мы все еще можем туда упасть и я все еще думаю что мы туда упадем тем более к стейблкойны тоже учитываются в этом индексе то есть почему вы говорите вроде какой тут альтсезон посмотрите мы на исторических каких-то вообще просто лаях по доминации btc то есть грубо говоря на хаях по доминации альткоинов как это было в семнадцатом году практически в этой зоне да но тем не менее мы не видим каких-то крышесносных иксов по многим монетам это связано с тем что в индексе доминации также учитываются стейблкойны которых все больше и больше печатается поэтому этот индекс может упасть даже вот куда-то туда и при этом не быть сумасшедшего альтсезона по индексу альтсезона кстати тоже мы видим что у нас происходит сейчас небольшая коррекция и мы возвращаемся куда-то в середину этого канала то есть опять же это может быть импульс коррекция и дальше будет следующий импульс уже куда-то еще выше вполне возможно ребята ну я думаю что действительно пока паникеры продают умные игроки у них все это дело выкупают как она обычно и происходит давайте взглянем на пару альткоинов там тоже есть примечательные вещи например рейвенкойн о котором мы с вами говорили много раз у нас на канале кстати говоря если вы не подписаны к нам в телеграм-канал то обязательно исправьте эту ошибку прямо сейчас потому что мы выкладываем там очень много интересной движухи вот мы делали пост про рейвенкойн когда он был на хаях о том что он может спуститься как минимум вот к этим значениям по фибоначчи 05 и 061 на 8 уровень что мы видим спустя две недели рейвенкойн спустился и на 05 и на 61 уровень фибоначчи но что самое примечательное он спустился также как и биткоин сейчас на глобальном рассмотрении на 78 уровень а это ребята это уже просто ультимативный уровень поддержки если вы верите конечно в продолжение бычьего тренда по рейвенкойну то на мой взгляд это чуть ли не идеальная точка входа сейчас потому что вот у нас был импульс вот коррекция может быть нас еще повозит как-то в этом регионе но в целом посмотрите за этим уровнем если мы будем его удерживать то возможно именно отсюда и пойдет дальнейшее движение как мы можем видеть вот здесь тоже у нас образуется такая некая парабола и если уж рассматривать продолжение тренда по рейвену то она может начаться прямо отсюда что еще из альтов мне нравится как сейчас выглядит это полка дот полка дот очень сильно перепроданный и он особо еще даже не начинал отскакивать в отличие от того же рейвена от классика и от многих других монет то есть полка дот лежит сейчас просто на ультимативной своей поддержке и давайте посмотрим пробьет он ее или нет я взял небольшой лонг по полка дот прямо по текущим потому что я вижу эту формацию опять же как двойное дно и жду очень сильный отстрел наверх шорт-сквиз с выносом собственно всех кто это продал вот по аудио тоже мне нравится как выглядит ситуация по аудио мы тоже очень-очень сильно ушатались и даже ушли ниже чем предыдущие лаи то есть тут можно сказать что у нас такой некий падающий клин сформировался по монете аудио тоже жду очень сильный отстрел наверх но дисклеймер естественно друзья мои не финансовый совет это просто развлекательный контент это просто грини ту зиму ну и кстати говоря раз уж речь зашла о монете аудио то наверное вы знаете что она привязана к сайту аудио это музыкальный сервис типа крипто soundcloud очень крутая быстро развивающаяся музыкальная соц сеть у меня там есть аккаунт как у музыканта поэтому ссылочку оставлю в описании если вам интересно обязательно подпишитесь и послушайте нашему зло вот недавно загрузил туда всякие диджейские миксы также здесь есть наши синглы и скоро появится новый альбом презентация этого альбома будет в первую очередь на этой площадке абсолютно бесплатно потом уже на всяких айтюнсах шмайтюнсах и так далее он появится ну и кстати подпишитесь на наш музыкальный youtube канал пользуюсь случаем опять же сейчас он у вас появится сверху если вы интересуетесь не только криптой и любите альтернативную музыку ну погнали дальше что там да по этим монетам собственно торгую я именно байбите абсолютно прекрасные биржи но также я диверсифицируюсь ребята еще торгую на бирже фемикс на фемикс я сейчас набираю лонг по биткоину и по дэшу давайте кстати взглянем на дэш а по дэшу друзья мои очень очень интересная штука происходит он лежит сейчас на уровне дна корона дампа ниже которого мы не опускались посмотрите за последние шесть лет как вы можете видеть и самый прикол в том что когда дэш стоил по 40 вот здесь bitcoin стоил 3 800 а эфир стоил 90 чтобы вы понимали поэтому дэш сейчас лежит именно на том самом уровне где bitcoin стоит 3 800 эфир 90 это очень крутая точка входа на мой взгляд если вы верите в этот проект то есть по дэшу грубо говоря сделать x10 оттуда где он сейчас это ну просто вернуться к средним значениям чтобы вы понимали ну и давайте глянем ripple все-таки еще ripple потому что он задал конечно тренд последние несколько дней он показал очень хороший отскок на x2 который кстати на недельном таймфрейме не особо так и сверхъестественно смотрится но мы смотрите мы сейчас уперлись в сетку м и риббон и в предыдущий уровень поддержки который тянется у нас опять же с 21 года поэтому что по риплу в краткосроке давайте посмотрим куда он может сходить вот он на четырехчасовике откорректировался с хай вот этой шпильки до сетки и м и риббон уже на 17 половиной процентов неплохо откорректировался но ребята давайте не забывать что опять же по примеру того же рейвенкойна натягиваем локальную фибку и смотрим ripple пришел сейчас к 0 38 уровню вот видите он тестирует 0 38 уровень телами свеч может быть такое что он прямо отсюда отскочит и развернется конечно может если мы в бычьем тренде по нему идем дальше там на 10 иксов не вопрос но может быть также и другая фигня друзья что если мы не удерживаем сейчас этот уровень то мы летим на 0 5 к низу сетки м и риббон это соответственно уровень 44 цента если мы не удерживаемся там то мы летим на 0 61 8 это 41 цент и кстати уровень предыдущего сопротивления вот здесь и как мы знаем с вами из примера рейвенкойна мы также можем не удержать и этот уровень и улететь на 0 78 по фибоначчи а это будет цена в 37 центов господа и дамы поэтому тут как бы смотрите сами я просто вам говорю что может произойти если это произойдет то в целом я думаю что можно набирать потому что при получас очень много хороших новостей и несмотря на то что проект в целом то на самом деле походу проваливается но это ничего не мешает ему выдать свою лебединую песню и улететь еще там на несколько иксов как минимум но дисклеймер друзья мои это всего лишь мое мнение это не финансовый совет это просто развлекательный крипто контент поэтому если вам он понравился ставьте лайк подписывайтесь на канал обязательно жмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео всем профит роли успехов в торговле хорошего настроения и до встречи в следующих выпусках пока и